За автографом в очередь точно нужно вставать к Евгению Баранникову. Вы, конечно, знаете это имя и в гастрономическом мире Красноярска, да и не только Красноярска России и Италии, как минимум. Ну и вполне возможно, что знакомы с ним в социальных сетях, и в Инстаграм, и в Ютуб. Все дело в том, что Женя еще ведет свой блог под названием «Ты чё, повар». Все подробности мы узнаем у нашего гостя. Да, вот он уже слышит и показывает. И действительно на связи со студией Евгений Баранников. Евгений, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, ребят. С самого утра вы на кухне, на своей или уже на рабочей? Можно так разделить? Нет, нет, сейчас утро я начинаю, как всегда, на своей кухне и готовлю завтрак из своих продуктов. Вот, сегодня у меня на завтрак... Ого! Алло, слышите? Ну неплохой такой завтрак. Да, плотный у вас завтрак, такой на ужин похож. Вы знаете, знаете, потому что я, как правило, ем плотно на завтрак, потому что мне получается в течение работы есть, ну, хорошо обедать. Ну да, некогда. Надо всех накормить и некогда. Сапожник без стакок, повар без обеда. Евгений, скажите, как вот вы считаете, а вы все-таки стали популярны больше потому, что ввели блог и, ну, были такой общительные и остаетесь? Или все-таки благодаря своим кулинарным искусствам? Ну, в первую очередь, конечно же, благодаря своему искусству. Ну, смотрите, какой аппетитный авокадо. Да, как раз мы не поем, да. На завтраках авокадо. В первую очередь, конечно же, популярность, ну, как вы называете это, известность, это все благодаря своему искусству, кулинарии, гастрономии, как ее, как хотите называть. Так, хорошо. А я вот знаю, Жень, что вы еще любитель пробежек. Вы это, стали это поддерживать, потому что это модно или потому что самому действительно вот просто, ну, захотелось и начались вот такие у вас там утренние или вечерние променады? Нет, на самом деле я люблю движение и люблю все то, что связано с энергетикой, вот с какой-то, как сказать. В общем, мне нужно быть постоянно в движении. Даже если на работе я когда-то что-то ловлю себе на мысли, что нет работы, я начинаю себя чувствовать... Вяло, да? Да, вяло, ненужным. Поэтому я всегда ищу себе какое-то движение. То есть мне, мне, я как генератор, мне нужно работать. Ой, я не видела эту фотку, не видела у вас в ленте, как-то я ее пропустила. 100 миллион лайков, Евгений, за купание в проруби и вашу тягу к экстриму. Но вы очень общительный человек. Скажите, вот вообще не устаете от того, что нужно делать публикации? Еще у вас все-таки целая большая команда на своей кухне, как у шеф-повара. Не надоедает это все? Не хочет иногда залишься и укрыться от мира? Знаете, иногда надоедает, но несмотря на все это, как бы, если, ну, есть такая поговорка, назвался брустем, сиди в корзине или полезай в корзину. Поэтому уж если я разместил что-то и люди мне отвечают, будь любезен, ответь тоже. И ответь не просто огонечком, либо просто там лайком, а действительно индивидуально ответь человеку с нормальным смыслом. Евгений, а можно такой нескромный вопрос? По конституции тела непонятно, что вы повар. В чем ваш секрет? Может быть, у вас какое-то особенное питание? Секреты заключаются в конституции тела. Благодаря, наверное, моим родителям я такой, какой и есть. Кстати, вчера буквально с братом у папы встречались, готовили барбекю. И он абсолютно такой же. Ему отец говорит, Саш, тебе нужно поправиться. Он говорит, пап, ну извини, как бы не могу. Не ко мне вопрос, да. Хорошо, вы говорите, что вы плотно завтракаете. Мы можем брать с вас пример. Давайте же немножко о своем завтраке, что вы готовите. И что же там такого изюминка от Евгения Баранникова? Какова, в чем она заключается? Вы знаете, на самом деле, в данный момент держу авокадо. Это отчетливо видно, да. И авокадо очень яркий и очень спелый. Вот этот продукт очень полезен, в принципе, по составу, по витаминному составу. Я сейчас придам ему обалденный аромат. Наверняка многие не знают, что авокадо нужно. Иногда есть в горячем виде и можно его есть. Сейчас я ему задам аромат жареного бекона, что, в принципе, утром создает уже аппетит и пробуждает человека. Буквально не добавляя никакого масла, на слабой температуре вытапливаю жир из бекона. Потом нарежу авокадо, сверху разобью яйца. Вот тебе, пожалуйста, и завтрак. Ну и, конечно же, на подгарнировку я сделаю салат. Кстати, видите, носатый помидор вам привет передает. Я вам просто сделаю салат на завтрак. Конечно же, очень сильно люблю какой-нибудь травяной чай. Но вот на завтрак мне нужно выделить как минимум 30 минут, потому что это целая релаксация. Ну, это целый ритуал. Я вам по-хорошему завидую, что есть эти 30 минут. Хотя, конечно, понимают, что потом день наверняка длится очень долго и бесконечно, ну и заканчивается еще каким-нибудь таким движением. Есть еще у нас такой вопрос. Любая популярность, она иногда за собой несет, ну, скажем так, ревность, что ли, от второй половины. Как у вас, собственно, дела? Вот каково жить с известным человеком? Вот что говорит вам ваша половинка? Как вы какие-то моменты урегулируете? Половинка сейчас снимает мне. Привет! Ей передаем семейный бизнес. Она вам тоже шлет. С этим все нормально абсолютно. С этим абсолютно все нормально, потому что, как говорится, все без фанатизма и всего должно быть в меру. У нас есть каждое дело в свое определенное время. Вот, конечно же, инстаграм и вообще интернет, он, если ты не замечаешь, он тебя быстро поглощает и засасывает. Поэтому здесь нужно держать себя в четком контроле и не забывать, что мы реальность. А вы не хотели бы, чтобы она, не знаю, тоже завела там свой какой-то блог или там делала популярную страничку в соцсетях? Вы ее подталкиваете к этому или тут у вас свободно все по желанию? Все по желанию, все, если оно случится, то случится. Как говорится, ну, если будет повод, то почему бы и нет? Одно срегменты читать вполне возможно. В общем, смотрите, какая красота уже получается. Я сейчас еще немножко дам, добавлю сублимированного чесночка. Остановитесь. Ну, на самом деле, чтобы отведать то, как готовит Евгений Баранников, нужно просто прийти в одно из заведений в Красноярске и утолить свой голод. У тебя есть такая возможность, не обязательно на кухню. Да, я сейчас мысленно уже утоляю свой голод. Что ж, Жень, спасибо вам огромное за такую приятную, позитивную, ароматно-аппетитную беседу. И при этом очень практичную. Желаем вам с вашей половинкой приятного аппетита. А можно еще спросить, Евгений, а кто-то повлиял на вас в плане выбора того, что вы будете заниматься блогерством и вообще профессией, да? Еще раз. Кто повлиял на вас? Может быть, есть кумиры? Абсолютно никто не повлиял. Я просто в один прекрасный момент решил освоить Инстаграм. Просто взять, освоить, как когда-то, ВКонтакте и прочее. И мне это понравилось. Потом надо мной даже ребята, коллеги посмеивались. Я говорю, Инстаграм – это, говорю, отличная платформа показывать себя здесь, показывать там в другой стране. Почему бы и нет? Почему не использовать этот ресурс? Надо мной смеялись, а теперь ребята говорят, научи делать это, научи делать это. Ну, ребят, берите и учитесь, я не смогу вас научить тому, что вы должны сами сделать. Поэтому это все само родилось, и это очень интересно на самом деле, да. Можно сказать, что самый современный шеф-повар в Красноярске. Возможно, поэтому все так удачно вкладывается, потому что, чтобы быть популярным и хорошим в своей профессии, в первую очередь нужно иметь желание, как у Евгения Баранникова, шеф-повара и блогера. Спасибо, говорим огромное, Евгений, желаю вам приятного аппетита, прекрасного, спокойного утра, начала рабочей недели, ну и самой этой рабочей недели.